Юные девушки в красивых платьях, кавалеры в парадной форме. Сегодня вышли на паркет. Симбирская классическая гимназия дают первый бал. На балу встретились суворовцы и ученицы кадетских классов города Ульяновска. Музей Симбирской классической гимназии открыл свои двери для юных танцоров и пригласил их на паркет. Ученица 7-го кадетского класса школы номер 72 Мария Избродова несколько лет посещает танцевальный кружок. Школьница призналась, что выучить старинные бальные танцы было сложно, но желание закружиться в вальсе оказалось сильнее. Сегодня будет 13 танцев и еще 14 дополнительные. Там нас будут приглашать на танец мальчики. Для многих девочек этот бал стал первым в жизни. В их числе восьмиклассница Виктория Рученко. Сегодня я буду танцевать суворовцами. Мы готовились месяц, учили танцы. Будет 14 танцев, несколько вальсов. Например, кадетский вальс. Он мне больше всех нравится. Московский кадриль мне тоже очень нравится. Но больше всех мне нравится Ульяля. Она такая легкая и простая. У каждого танцора на груди номерки. Во время бала работает почта. Чтобы выразить симпатию девушке или молодому человеку, не обязательно спрашивать имя. Достаточно запомнить короткий номер. На свой первый бал Ирина Пескова решила надеть пышное розовое платье. Для меня сегодня будет первый бал. Чувствую себя как Наташа Ростова. Очень волнуюсь и очень жду наконец-то начала. Педагог-хореограф Людмила Федорова проводит кадетские балы с 1997 года. С 2003 года девушки из разных школ и суворовцы собираются в Симбирской классической гимназии. Балы проводят дважды в год. Зимой и весной. Весенний бал «Белой ромашки» всегда благотворительный. Во-первых, это воспитание культуры в первую очередь. Культура общения. Умение правильно себя преподать. Исторические факты. Можно окунуться в эту эпоху. Почувствовать себя офицером, который обязательно должен был уметь танцевать. Ну и вообще это очень красивое мероприятие. Перед гостями выступил автор и исполнитель песен Борис Блохин. Участники вспомнили богатую историю нашей страны и подвиги русских воинов. Для участников подготовили литературно-музыкальные композиции, конкурсы, призы, а главное – красивые танцы. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.